То, что мы видим с вами, это малый сырьевой склад, который использует завод для производства фильтров и других элементов, потому что там еще есть большой, мы, может быть, для него дойдем в итоге, видите, вот это огромное количество сырья. Мы с вами сейчас входим на минус первый этаж, здесь будет производство моторных масел, вернее, еще один цех по производству моторных масел, вот сейчас перед нами конкретно впереди, это грузовой лифт, на котором будут подниматься сырье, подниматься будут готовые продукты, которые здесь будут вариться и так далее. Тут тоже маленький такой склад, чтобы было понятно, какие присадки используют на самом деле. Вот присадки инфениум, это как раз P5810, это у нас инфениум тоже самый, P5810, это все, наверное, скорее всего, они есть, да? А как это здесь у нас склонится? Это как раз Arteco, те компоненты присадок, которые используются для производства антифрезов, это ингибиторы коррозии, в частности, это такие тысячелитровые специальные еврокубы, в рубашке металлической, чтобы это было для перевозки безопасно, и они приходят к вам напрямую из Бельгии. Из Бельгии. Из Бельгии. Ну и с Китаем тоже работать, как обычно, это вот, это, наверное, полимерный загуститель, скорее всего, да? Да, полимерный загуститель, да. Ну, эта тема, она для всех абсолютно сейчас стран, которые близки Китаю, она понятна, что полимерный загуститель используют все китайские практически, вот ничего страшного не вижу абсолютно. Это G050. Вот эти резервуары, это для готовой продукции, это новые реакторы, только мы делаем монтаж, тут будет дорожка сверху, каждый реактор будет висеть на весах. Тензодатчики такие специальные, да? Которые замеряют вес? Да, да. Чтобы автоматически сюда загачивать емкость, базовые масла, присадки. Контроль веса для варки – это самая-самая передовая технология, которая должна присутствовать обязательно в любом случае. Чем она более точная, тем более качественный получается продукт. Да, совершенно верно. Там у нас, вот старый цех, у нас счетчик стоит, а тут уже на весах. Это, я понимаю, МЭК. МЭК вы берете из Ирана? Из Ирана. Да, иранский МЭК используем. Давно с ними работаете? Очень хороший, да. Хорошо, да? Отличный. А вы чаще берете именно бочки или берете тоже еврокубы, которые тысячелитровые? Мы берем и еврокубы, но в последнее время удобнее бочки, да. А почему, с чем связано? Они более недорогие, сами бочки Саматара или? Нет, по цене одинаковые. Одинаковые. Транспортируют их легче. Просто удобнее, например, небольшое количество нужно, а вы перевезли, получается, сделали, да? Вот таких вот кипкостях производится, это и из Ирана приходят напрямую такие интересные бочки. Да. Они запаяны сверху, да, получается? Они не скрываются. Не скрываются, да. 200 литров ровно здесь? Мы покупаем их не в литрах, а в килограммах. Давайте покажем ближе этикетку. Это линии по розливу, да? Совершенно верно. Здесь разливаются четырехлитровые и литровые канистры, да? Литровые, четырехлитровые и пятилитровые. А два садки разливаются там, где мы сами видим? Другой садки, ребята. А два садки, получается, да? Хватает этих линий или вы сейчас на пределе работаете? Эта линия очень быстрая. Здесь можно в сутки залить сколько тонн? 20 тонн можно разлить, пока нам хватает, да. А работают ребята в две смены или работают круглосуточно здесь? В одну смену, в одну смену, да. То есть они работают с утра и до вечера? В утра до вечера, да. Ну, слава богу, кому-то повезло. Ураль, да. Ураль, да. Ураль, да. Ураль, да. Ураль. Так, и что, ребята запустят, и там вот всё работает уже? Ураль, да. Здравствуйте. Здравствуйте. вот мы с вами видим канистры здесь сейчас в данном случае упаковывается 20-50 очень нестандартная вязка для сибири сами знали что у нас это такой продукт он это просто висяк-висяком а здесь в азии как бы он продается очень хорошо вот этот датчик он проверяет наличие фольги внутри на венеурон есть система защиты которая представляет из себя такую фирменную брендированную фольгу который впаивается на крышку на горловину она такая достаточно сложная скрывается с помощью такого язычка небольшого вот подделывать ее как бы но никому не придет в голову потому что это очень такой сложный процесс производства именно такой фольги конкретно отлично это еще одна степень защиты от подделки продукции так как здесь этикетка впаянная в канистру то процесс процесса наклейки этикетки здесь нет потому что она изначально приходит уже готова вообще вот этикетирование вот это аппарат но он как бы он задействован получается да если исходит непосредственно розовый салон продукции по 6 одновременно канистры заливается и посмотрим с другой стороны аппарат вот этот аппарат он наличие фольги он фиксирует если без фольги проходит он убирает с линии это для моих зрителей я рассказывал про аппарат которые вручную в режиме запаковывать канистры 20-литровую как раз он так вот таким то образом выглядит он на сверху надевается на 20-литровую канистру и зажимает с ножничным типом есть автоматические аппараты есть такие точные здесь мы с вами видим как раз розлив непосредственно продукта я так понимаю что у вас есть свой собственный заряженный тупик что является большим на самом деле плюсом для любого производства потому что это как бы более удобно мы видим сейчас на выгрузке стоит у вас цистерна одновременно да и стоит у вас на выгрузке еще и железнодорожная цистерна получается бензовод стоит а за нами резидуарный парк он такой большой достаточно сколько здесь получается у вас хранится по литражу примерно 4 миллиона литров 4 миллиона литров хранится здесь вот правда мы сейчас не видим полностью его он уходит туда цистерна немножко закрывает вид там получается очень большие большое количество емкостей которые уходят на рампе глубь это просто огромное количество самом деле какой-то а удобно машина подъезжать сюда вот он там еле или втискивается вообще удобно мы сюда присадки тоже поставили а так здесь достаточно мест здесь хранятся также присадки инфиниум очень большое количество бочек это в частности инфиниум d12-22 с вами видим и здесь их несколько ярусов хранится вот давайте поближе покажу вам это инфиниум d12-22 вот тут еще другое здесь у нас есть инфиниум еще и ну то же самое а там все пятьдесят пять у нас 80 было здесь у нас пятьдесят пять два ноля с инфиниум стоит ампиньдесят пять ноля тоже вверху в общем тут по инфиниуму очень много всего можно смело говорить что присадки здесь используется только бренда инфиниум для варки моторных масел это европейский продукт итальянских частности здесь мы с вами видим как раз тот же дыру пик он закрыт воротами сдвижными при необходимость открывается запускает сюда цистерна здесь стоят две цистерна частности в данный момент вообще принципе здесь и максимальная заместимость здесь цистерна максимум дошается здесь стоит сейчас цистерна автоцистерна которая как раз из которой выливается резервуарный парк продукт конкретно грузовики подъезжают по одному потому что здесь на эстакаде место для одного грузовика вполне хватает принципе потому что какая емкость у грузовика интересную цистерна по объему примерно где-то 30 тонн 30 тонн да выгружается за раз грузовик один выгрузился следующий подъехал и так далее тут мы начинали это старые реакторы которые мы из них начинали здесь 4 реактора конечно нам не хватает поставили новые надеемся что новые будут готовы здесь работает на две смены здесь полный склад эфикеток готовы готов продукции я увидел же по объему какие тут какие-то массовые масштабы производит потому что деток здесь просто ну очень 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 много плавляемые сделали специального пластика и специального и не бумага не обычная бумага не стандартная да а вы заказываете их где-то в местных производителей нет местные производители его не упускают материал опускается всего в мире на двух заводах один японии другой в германии выберите германию пор юпо фирма юпо делается только два завода в мире вообще до всего два завода здесь если через лупу посмотреть она задняя час она не ровная не гладкая и блистая я вижу уже не буржу взгляда видишь такие полосочки на ней такие ребристые она больше похоже на потолок натяжной такой материал как вот потом натяжного потолка это наклейка она отличается от вот это специально для выдувных я вижу у такси делаете чем много продуктов потому что они востребованы задержившую полного делались не ошибаюсь да у них посмотрели честно скажите нет мы мы как когда начали шестнадцатом году а шел по-моему пока не делали шоу шоу посмотрел это аппарат специальные которые для дозировки присадок бочковых смотрим да бочка ставится замеряется на эту бруту вычленяется бой без бочки и точное количество присадки она больше остается завод без лаборатории это не завод соответственно мы находимся в лаборатории здесь основные приборы для того чтобы правильно делать анализ и на каждом этапе проверять продукцию здесь вспышка в открытом тигере у нас температура замерзания температура замерзания это у нас исказиметр стоит тратар и морозильная камера щелочное число щелочное число еще плюс когда вода дополнительно все необходимые аппараты для того чтобы контролировать качество есть на самом деле люди и люди многие думают что нужен обязательно атомный спектрометр для того чтобы контролировать процессы на заводе на самом деле это не нужно абсолютно тем производством которые работают с пересадками инфиниум в частности и с базовыми маслами которые известны по группам собственно говоря атомный спектрометр он нафиг и не нужен извините за вооружение такое но по большому счету тех того бордония который замеряет вспышку висказиметр щелочное число и потом застывания в общем-то этого вполне вполне достаточно для того чтобы это все понимать его свежу стоят такие прям приборы очень плохие это мс gs мс gs вернее прибор это китайские эксказиметры до китайские эксказиметры но они очень точные уже проверенные встречал и таких эксказиметры в некоторых лабораториях российских частности той же фирмы у вас температура заставания мы сейчас еще четыре оборудование купили еще дополнительно мы сейчас находимся в зоне хранения арбитражных проб напомним что арбитражные пробы нужны для того что если возникает какая-то спорная ситуация что что касается качество масла можно всегда обратиться склад который ухранятся арбитражные пробы это те продукты которые были сварены в течение года до скорее всего нет мы примерно храним 6 месяцев месяца полгода всех по-разному ваш у вас полгода получается любой продукт который был сварен на заводе упаковывается в литровую канистру там пол литра примерно и хранится в складе арбитражных проб возникли признаки испортить ситуацию можно к ним всегда обратиться и узнать что было именно сварено в тот день той партии свой продукт то что он себе представляет для того чтобы сравнить его с тем образцом которые запрашивают это очень важный момент некоторые эти предупреждают на самом деле предупреждают это что ты еще не стоит потому что это очень важный момент очень важный момент это вот вы видите перед собой это малая часть тех арбитражных проб которые собственно говоря здесь на каждом литровые бутылочки указано дата да 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 товарки ассортимент товара дата есть появится какие-то вопросы сразу найдем проверим все отлично это это большой плюс здесь еще один склад вообще на самом деле я честно говоря уже запутался сколько мы складов сегодня прошли на самом деле здесь очень много продукции хранится готовые это вот венерон хранится здесь я уже видел складов наверно 5 сюда мы прошли с вами сколько это склад сырья здесь хранятся и заготовки вернее готовые канистры к розливу хранится тара картонная гофротара и так далее очень много заготовок очень много различного сырья тару картонную производите здесь в великистане закупая закупаем да потому что производители у нас много кордонных изделий в общем стратегический запас сырья и готовых продуктов упаковки тут значительный это ваш сервис-центр сервис на мы чуть-чуть не застали вот только что справа я с правого бокса но вернее справа поста вернее выехал грузовик огромные то есть этот центр сервисный позволяет чтобы у него заезжали прям полноценные большие фуры большие 20 18 метров пролет 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 здесь же вас сферы здесь у нас продажа масел есть одновременно всего на месте пойдемте посмотрим внутрь как это все выглядит это зона бочковых масел я так понимаю что у вас помимо венерона есть еще и 10 митинг есть шелл шелл я срова есть хунда кеда экстер что продается чаще что заменяется люди чаще наверное самое много мы продаем венера и основное все втором месте судя по бочкам минара микинг скорее сюда да а здесь меняю столько же вас антифриза вы мне рассказывали про какую-то систему как 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 она про и как она устроена замена антифриза во многих сервис это прям проблематично но мы вот это решили как бы у нас тут есть сток воды спокойно можем вылить промыть водой можно просто шланг воткнуть и течение какие-то какого-то времени формула то есть у вас здесь есть сток специальный технологический вопрос который не могу не задать я задаю на каждом его посещении заводов почему венерон почему называется название венерон состоит из двух слов вин победа айрон это железо как бы победить железо понятно у меня были такие мысли но я все-таки стеснял спросить как бы теперь вы все знаете вин это слово вин по-английски победа айрон это соответственно металл с на венером вот этот насосом и специально закупили чтобы обслуживать большие грузовые автомобили то что у них объем масла примерно где-то 40 45 литров и залить туда проблематично просто из-за этого мы таким прибором залил электронный счетчик стоит здесь есть счетчик да можно поставить электраж и он до конца заливать очень удобно сидят очень известный и очень такой хороший на мой взгляд антифриз кул стрим его делают структура которой я возможно поеду мы с ними почти почти договорились из технофор меня сейчас видят я к вам приеду ждите меня а что касается арткула это антифриз ваш который мы делали на производстве он сделан на амеги и плюс присадки артека да первый год мы только g11 делаем на следующий год год мы уже g12 добавим а что касается венеру на это у вас такси это наверное один из самых популярных продуктов потому что здесь в городе просто колоссальное количество таксистов реально на самом деле если метро конечно классисты таксистов очень 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 много участников и участников это сахара 2050 это густое масло как знаете узбекистан это жаркий климат у нас из-за этого потребность на 20 на 50 у нас большой это power silver тоже 2050 да это больше наверно для грузовую грузовой техники используется это специально для дизельных двигателей густой вес здесь то же самое я понимаю что здесь дизельное масло вас настоять потому что тот пост замене по грузовикам поэтому не удивляйтесь потому что ассортимент стоит такой дизельный это потому что просто грузовики подъезжают сюда здесь наверно то что у нас всего больше больше интересует это для легкомоторной до техники расскажите пожалуйста маленький шавкат про это что у вас здесь стоит как его здесь у нас почти весь ассортимент продукции венерон функции 5 на 30 5 на 40 вот это масло венерон будет это специальное масло работающих на газы для газового двигателя плюс еще пол синтетика там бюджетная пол синтетика и у нас в ассортимент еще есть синтетики связки здесь на 40 такой тоже ассортимент 1540 минералки до 530 у вас уже и спешка или еще снг а вы спешку будете делать планируете будем мы уже присадки закупили на спе а присадки мы с эти видели с вами которые спешку пойдут напомню еще что ров не просто не стоит является компания также еще и дистрибьютором по бренду ров поэтому ров здесь тоже есть весь ассортимент практически вся линейка том числе и трансмиссионные масла а кстати про про трансмиссию венерон трансмиссия вы ее делать сейчас конечно здесь есть если просто просто больших канистров еще как раз нам попали с 25 литровые нестандартные совсем для россии по крайней мере канистры здесь специально я понимаю масло для грузовой техники да да для грузовиков работающих на газы lpg до селки дейсинджи специальный продукт для них а у вас много здесь грузовиков которые работают на газу да очень много очень много востребована вообщем ну и помимо всего этого еще производите здесь тоже используете трансмиссию дикстроном 3d xron 2 603 да а вариаторный нет пока пока нет пока не апа вариаторно масла мост требовано принципе ревос вариаторов очень молодость да очень мало то сарали они не используют вариатора да а как правило не они используют диксер он 6 но диксер 6 мы пока не производим но для механической коробки производим. Вы еще говорили, что планируете получить официальное одобрение Dexos. Да. Как это произойдет? Мы сейчас с одной американской компанией договорились. У нас между нами свои соглашения. Наверное, в этом году получится, что мы возьмем официальный допуск Dextron. И он будет получен прямо официально и у вас на канистре указан? Да, на канистре и прямо на сайте. Учитывая то, что у вас по Dexos, по Chevrolet ездят 99,9% машин, поэтому вам это жизненно необходимо. Да, очень важно. В принципе, этого одного допуска вам уже хватит для того, чтобы закрыть практически весь рынок и закрыть этот вопрос с допусками со социальными. Да, надеюсь. Все понятно. Расскажите еще про планы, насколько я знаю, они у вас есть по собственной сети розничной. Как это выглядит? Это будет выглядеть вот так, как здесь формат такой, станция плюс магазин, да? Да. Вот мы первые, где мы начали вот этот собственный сервис обслуживаем, это мы здесь на своей территории и планируем таких открыть еще побольше по всему Узбекистану. Наверное, там же, где у вас есть свои представительства, там это будет проще сделать, да? Да. То есть в 12 областях Узбекистана, где есть ваши точки продаж, где есть у вас дистрибьюторы ваши, ну по факту, не дистрибьюторы даже, а ваше отделение просто, да? Это же ваша структура. Да, да. Вот. И там будет подобный точь открытой. А вы будете планировать сделать именно такого формата, где могут обслуживаться грузовые автомобили, в том числе? Это зависит от... От места? Да, от места, от потребностей. Не везде это востребовано, да? Не везде, да. Не везде. Все понятно. Там где-то не востребовано, просто будет под легковой боксинг. Да. Но в любом случае формат будет вот такой вот, да? Магазин плюс станция обслуживания, все понятно. Здесь еще у вас есть фильтр, но фильтры я вижу... А, ну тут просто у вас представлены на грузовые автомобили в основной массе, да? Весь ассортимент у нас есть. А, это вот эти фильтры. И на легковые, и на грузовые. Давайте покажем, как это выглядит. Вот этот бренд как раз, который производит Венерон. Да. Этот фильтр, это полагаю, что скорее всего... Это топливный фильтр. Топливный. Пока что, я так думаю, что вы топливные фильтры делаете в Китае, да? Да, да. Пока что. А, кстати, по топливным фильтрам у вас есть планы самим делать их? Пока планов нету. Это сложная тема? Да, это сложная. Это гораздо сложнее, чем делать фильтр масляный. Да. Но воздушный фильтр у вас здесь представлены ваши... по бренду все практически, да? Да. Еще раз напомню то, что если не брать в расчет то, что здесь грузовиков очень много там, фалов, мерседесов, камазы, наши газели ездят, там некоторые и так далее, то основной массе и легкомоторная техника это закрывает три-четыре вида масляных фильтров и три-четыре там вида автосаломных и воздушных, потому что это все Chevrolet. Вот и тоже фильтры такие вот огромные, это тоже ваше производство просто гигантских размеров. Это уже вы делаете здесь или это еще все-таки до сих пор еще? Не-не-не, это большие фильтры, пока-пока что привозим. В ближайшем будущем мы уже будем производить. У вас мощности, которые сейчас стоят физически, они позволяют делать такого формата фильтры? Нет. Нет, то есть это слишком большой формат для того, чтобы можно было вот в этих станках их делать, да? Вообще технология производства это не трудная, но мы оборудование привезли, мы сейчас заказали оборудование, скоро, я думаю... Будете такие фильтры делать, да? Потому что они дорогостоящие и, в принципе, их не так много на самом деле, наверное, ну по сравнению с лекарно-моторным продается, для этого нужно прямо специально делать отдельное здание, для того, чтобы производить такие вот фильтры, потому что каждый фильтр это опять же свой отдельное оборудование. Мы с вами уже видели, сегодня на производстве это все не так просто, потому что перестраивается одного фильтра, на другой перескакивать бессмысленно, нужно, чтобы постоянно параллельно делались на каждом из станков. Итак, мы с вами посмотрели только что завод, прошлись по всем производственным зонам, логистическим зонам, зонам загрузки-выгрузки, поговорили с огромным количеством людей, просто мы не все в видео вместили, потому что там было очень много всего и мы основные моменты сделали. Шавкат огромное, вот огромное человеческое спасибо, вот сегодня потратили на нас весь день практически, вот мы с вами посмотрели все, вы рассказали все, абсолютно ничего не утаивая, мы реально увидели то, что у вас базы используются лукойл, у вас мэк используется для производства антифризов, у вас есть присадки для антифризов Артека, у вас есть огромное количество бочковых присадок по Инфениуму, то есть все, что мы о чем говорили с самого начала вводной нашей части, все оказалось тем, как раз о чем мы и предварительно анонсировали. И также по степеням защиты мне очень понравилась, как сделана упаковка продукции Венерон, мне очень понравилось, как вы подошли к защите, как вы подошли к обслуживанию клиента, в том числе и на вашем сервисе, как все у вас устроено, насколько масштабный производственный цикл, в принципе, насколько масштабный сервис и грузовики, это особенный респект, то что они туда въезжают просто-запросто. Вот, надеюсь, что ваш бизнес будет развиваться и процветать, всем вашим сотрудникам, с которыми мы сегодня повстречались, которые помогли нам сделать эту съемку, рассказать про завод, всем огромное человеческое спасибо, мне было это очень интересно, во-первых, потому что я не был ни разу в Узбекистане, в принципе, в Ташкенте, Ташкент это классный город, ну реально это город классный, сюда можно съездить, можно отдохнуть, здесь очень гостеприимные люди, доброжелательные и город оставляет только приятные впечатления, как и завод Венерон. Мне здесь очень сильно понравилось. Спасибо большое. Всех вам благ. Спасибо. 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 Спасибо.